Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя наша недельная глава «Бамидбар» — это четвёртая книга, новая книга. Начинается она такими словами. «Вайдабер Адунаил Мушиби Мидбар Синаби Охуль Муэдби Ахадла Ходиша Шини Башина Шини Ли Святой Мили Смисраи Ли Мор». 1 числа 2 месяца на второй год после исхода Становой Израиля из земли египетской в пустыне Синай Господь сказал Мушев Шатре Встречи. «Определите численно все общины сынов Израиля по их семействам, по их отчим домам, по числу имен всех мужчин поголовно. Ты и Аарон должны пересчитать по ополчениям всех сынов Израиля от двадцати лет и старше, способных выходить на войну. Пусть с вами будут помощники по одному человеку от каждого колена главы отчих домов». И потом перечисляются имена этих людей, потом имена колен и численность колен, которые были. Почему надо было пересчитать людей, мы посмотрим, что нам говорит Митраж и что говорят наши мудрости. «Почему Тара тошно указывает, когда и где Всевышний обратился к Муше?» Потому что в других местах не написаны такие тошности, а здесь все тошно написано в каком году, в каком месяце, в каком дне и в каком месте. Книга Бемидла начинается так, «И говорили Всевышний Мошел в пустыне Синай в мешкане в первый день, второй месяц и Яра во второй год по выходу их из земли египетской. Всевышний говорил с Мушей сотни раз, и обычно Тара не указывает, тошное время этих разговоров. Почему же сделано это здесь?» Вопрос этот проясняет такая притча. «Значит, господин Исфем, известный владелец нескольких небоскребов, крупный вкладчик из верхних банков, обладатель фирм и поместья, никак не мог обрести счастье в личной жизни. У него была жена, но по каким-то причинам он развелся с женой. Потом женился на второй, тоже была нехорошая, но дочка очень богатого человека, балована, тоже развелся. И когда спрашивали у него о личной жизни, он никому ничего не говорил. Он все время прятал свою личную жизнь и не хотел ни с кем обсуждать это. В один прекрасный день друзья предложили ему жениться, но он уже боялся жениться, но уговорили его, сказали, мы наши девочки из простой семьи, небогатой семьи, с хорошим характером, скромной очень. Тогда он сам проверил все и на самом деле убедился, что эта семья очень хорошая, девочка скромная. Тогда он объявил день своей свадьбы и сказал, что даст этой девочке брашный договор и все узнали. Потому что человек, он был очень счастлив, он рассказал об этом. То же самое здесь говорится, что когда Всевышний создал первого человека, но он согрешил. Он создал поколение после первого Адама, тогда они согрешили и Всевышний сделал потом. После них было поколение, когда они построили Вавилонскую башню, все эти поколения восставали против Всевышний, несмотря на то, что Всевышний создал все. И этих людей, они все время восставали против царя царей. И поэтому Всевышний, когда говорит об этих случаях, он не детализирует их время и место. А здесь, когда еврейскому народу он в итоге нашел себе народ, который слушался его, учил его заповеди, его Тору полностью принимал, тогда он, как этот человек, когда он уже нашел настоящее счастье, то же самое здесь Всевышний, когда он нашел себя настоящего народа, он уже детализирует это, где было, как было, в каком месте, в каком дне и в каком месяце. А вот о евреях Всевышний сказал, они не то, что предыдущие поколения, они дети Аврахам, Исхак и Яков. Я знаю, что этот народ будет верен мне, потому он и Павелев Муше запиши второй точный день, месяц, год и место, где я возвеличил их. Тора указывает точное время и место обращения Всевышнего к Муше, так же, как записываются эти подробности в Ктубе в Брашном договоре. Вот причина, почему Всевышний детализирует эти места. Еще почему Всевышний явил Тору в пустыне. Слова пустыни в Синайском указывают на то, что Бог намеренно избрал пустыню, чтобы в ней даровать нам свою Тору. И есть несколько причин, по которым Бог предпочел пустыню, обитаемым землям среди них такие. Если бы Тора была дарована в Эрис Исраэль, обитатели этой страны притязали бы на особую близость к Торе, чтобы научить нас тому, что у каждого еврея равная доля в Торе и равные обязательства перед ним. Бог говорил с евреями в такой местности, куда каждый имел право беспрепятственно прийти. Никто не мог бы сказать, что это было в закрытом месте, они не могли. Это было пустынное место, ничьи не место. Все, кто хотели, могли прийти, получить Тору. «Являя Тору в пустыне, Бог учил нас, что желающий стать великим, на поприще изучению Тора должно подобиться пустыне, то есть стать ничьим». Эти слова означают. «Как пустыня может беспрепятственно вступить к всяким, так и евреи должны быть смиренным. Смирение есть с осознанием своей малости. Это достоинство необходимо для успешного изучения Тора и для счастливой жизни в этом мире, что дает смирение применительно к Торе». Чтобы преуспеть в изучении Тора, человек должен искать общество Талмидей Хахами. Талмидей Хахами – это люди, которые учат Тору, знают глубоко Тору, превосходяющие его своей мудростью и учиться у них. Высокомерный же не принимает советов и наставлений от других людей. В общем, любое общество, когда человек выбирает вокруг себя друзей или кого-нибудь, он должен выбрать таких людей, чтобы они были больше него и умом, и всем. «То, кто убежден в своем превосходстве, не станет напрягать силы ради выполнения тех митцвот, которые кажутся ему незначительными, уделять большое внимание точному выполнению требований остальных митцвот он тоже не будет. «Смиренны любезным Всевышнему, ибо такой человек все время пересматривает свои поступки, чтобы исправить сделанные ошибки. Высокомерный же глух к любым упрекам и не способен к самокритике, поэтому он далек от швы». Вот мы видим гордость и высокомерие, к чему приводит человека. Человек вообще ежедневно, когда он идет спать, он должен обдумать, подумать, что у меня он сделал, что не так, чтобы исправить эти вещи. Но человек, который думает, что он все знает, он самый хороший, он никогда не будет думать о поступках, которые он делал. В итоге он будет делать ошибку за ошибкой. Что дает смирение в жизни вообще? Смиренный человек наслаждается жизнью. Не обращая внимания на материальные обстоятельства, высокомерный же недоволен своим жребием. Самодовольный человек убежден в том, что и ближний, и Всевышний в долгу перед ним за то, за его таланты, священия или заслуги. Если он недостаточно вознагражден признанием или деньгами, он будет страдать от недовольства и разочарования. Порой даже люди губят свою жизнь за то, что их не оценивают, как полагается. Они думают, что они такие умные, хорошие, а все их таланты, их способны не оценивать. Поэтому они перестают то, что умеют делать, перестают делать. В итоге они гробят свою жизнь. Но если бы эти люди были скромными и занимались своим делом, не ожидая ни от кого ничего, тогда они бы в жизни преуспели. Если несчастье постигает высокомерного человека, он возмущается и негодует. Смиренность же может превозмогать беды, неудовства и жизненные неприятности. Смиренный человек не имеет друзей, влюбленный в самого себя – нет. Он не может простить тех, кто обидел его или обращался с ним недостаточно простительно, поэтому ему трудно ладить с другими. Особая важность, придаваемая Торе смирению, диаметрально противоположна современной теории эмансипации. Теперь учат, что ребенок рождается не с обязанностями, а с потребностями. И, следовательно, он ничего не должен ни Богу, ни родителям, ни учителям. Такие взгляды стали проникать даже в наши семьи и школы, поэтому необходимо укрепить точку зрения Торы, состоящую в том числе истинное счастье в обеих мирах достигается не жизнью ради удовлетворения своего эго, а смиренным сознанием нашей огромного долга перед Всевышним. Требование уподобиться пустыне означает также, что еврей должен быть готов пожертвовать материальными удобствами ради Торы. Понятие пустыня противоположной цивилизации с ее материальными благами и предметами роскоши еврей только в том случае может надеяться переуспеть в изучении Торы и выполнении месот, если он готов идти на жертву в мирских делах. Еще одна характеристика пустыни – ее пустота. Интеллект еврея, прежде чем в нем смогут укорениться идеи Торы, должна быть подобен пустыне – чист от всего чуждого. Значит, здесь дается пример, притча такая. Некий царь завоевал еще одну страну и присоединил ее к своим владениям. Он хотел, чтобы жители этой страны подчинились ее законам, поэтому объявил, что посидит один из городов, дабы там его признали новым властелином. Однако, наперекор ожиданиям, когда царская колесница прибыла в город, ее не встречали, ликующие толпы. Царь проехал по пустынным улицам, не было видно ни единой души. Никто не вышел встречать царя, так как в нем жили люди в достатке, были богатые, зачем нужен был им царь. Этот город был населен просветающими купцами. Одни боялись, что новый правитель обложит их налогом. Другие вели нечестную торговлю и опасались, что царь положит конец их мошенничества. Или, и того хуже, накажет их. Для них было разумным постараться избежать власти нового царя. Царь понял, что жители этого города не хотят признать его правителем. Тогда он объявил, что на следующий день посетит другой город. И когда он посетил другой город, была та же самая картина. Никто не вышел встречать царя. И царь уразумел, что просветающие граждане только что завоеванной страны не захотят добровольно подчиниться его власти. В замене этого он должен добиться поддержки менее обеспеченных жителей. Он повторил свои заявления в окрестностях опустошенных городов, жители которых лишились имущества и всех пожитков. Услышав о приближающейся прибытии царя, эти обнищавшие люди возрадовались. Власть нового правителя означала надежду на будущее. Он мог выделить средства на восстановление их снесенных домов и перешедших в неугодности. Мог нанять их к себе на службу. Они не имели денег, которые царь мог бы конфисковать. И не совершали дел, которые могли бы вызвать у царя осуждение. Поэтому на следующий день царя приветствовала ликующая толпа. То же самое мы помним, что прежде чем дать Тору, Всевышний предложил его всем народам. И в итоге все народы отказались. Принял его только еврейский народ. Так и всемогущий в польсках, подходящий для откровения своей Тору, места приблизился к Ямсуф. И то же самое с местностью. Когда Всевышний хотел даровать его где-то, сверват сказал, он хотел это сделать Ямсуф. Мы помним, Ямсуф разделилась на две части. Когда он пошел гором, горы тоже содрогнулись. Мы помним, когда он хотел давать Тору, в итоге он дал Тору где? На горе Синай и в пустыне. Почему? В пустыне она не боялась, потому что она ничего плохого не делала. Море, почему она боялась? Потому что на ее берегу был идол. А горы почему боялись? Потому что на возвышенности этих горов люди ставили стуканы, идолы. Поэтому они все боялись. А в пустыне ничего такого не было. И на горе Синай, так как она была самая маленькая гора, никто на нем ничего не делал. Поэтому они не боялись. В этом сказании кроется мысль о том, что еврей может обрести мудрость Тори, лишь подготовив свой разум к ее восприятию. Он должен изгнать все мысли и стремления противоречащей Тори. Он должен сделать свой разум в пустыне, и только тогда Шахина может войти. Человек должен быть прямым. Он должен быть полностью освобожден от ненужных вещей. Он мысли свою полностью должен освободить, чтобы в итоге он смог туда внести Тору. Всевышний говорит, если у вас есть гордость, если у вас есть я, тогда я не могу быть с вами. А когда человек убивает свой я, и он по отношению к Всевышнему становится простым человеком, тогда Всевышний приходит и селится в такого человека, его свет, его Шхина, и тогда Тору, которую он учит и воспринимается, и полностью осваивается этим человеком. И человек, когда все по простоте делает, он преуспевает, и Всевышний помогает ему в этом. Вторая история, когда был извозчик, бедный человек, который из деревни брал фрукты и вез их в город, продавал. Таким образом он существовал и кормил свою семью. В очередной раз, когда он пошел в город, чтобы продать фрукты, видит, никого нет на рынке, тогда он пошел по улицам, видит, на улицах тоже никого не видно. И когда он приблизился, услышал голоса рыдающих людей, и он зашел в одну улицу, увидел там синагогу. И зашел в эту синагогу, видит весь народ, собрался в синагогу, и вокруг него все сидят на полах, и плачут, и молятся. Тогда он поинтересовался у одного человека, говорит, что вы делаете, почему вы плачете, ведь сегодня не Тишабиав. Тогда ему шепотом сказали, что Рав объявил, значит, пост, то нет, так как царь сказал, что вы должны предстать перед ним, что у царя есть человек, который зовет еврею на диспут. Ну он сказал, что бояться диспут, ну что у нас мало ли мудрецов, чтобы вести диспут. Тогда ему сказали, что это необычный диспут будет, потому что человек, царя, который будет спрашивать вопросы, он не будет спрашивать их языком, а будет спрашивать эти вопросы жестами. Ему надо будет отвечать такими жестами, которые удовлетворило бы его, было бы правильным ответом жестами. Поэтому мы понимаем, что они специально вот это сделали, чтобы потом изгнать евреев отсюда, так как мы не сможем ответить им. Но он сказал же, это очень просто, давай я пойду отвечу им. Тогда они посмотрели, что говорят, ты больше мудрецов знаешь, что ли? Ну ему не поверили, никто не послушал его, но он кричал, говорит, хватит поститься, не надо плакать, я пойду к царю. И ему сказали, что не надо, не иди к царю, они не разрешили ему, но он сел в свою тележку и помчался прямо в царский дворец. По дороге его останавливает один человек, говорит, что у него есть сыр, можешь купить у него сыр. Тогда он взял этот сыр, купил у этого человека и пошел дальше. Приблизился к царским воротам и сказал, что откройте, я пришел от имени еврейской общины, чтобы вести диспут. Тогда посмеялись над этим человеком, сказали, какой же диспут, какой же у тебя нормальной одежды нет. Евреи не могли послать человека с такими грязными одеждами, наверное, кто-то просто издевается над ними. Но он кричал, говорит, вы же просили, чтобы евреи явили, чтобы своего посланника прислали. Вот я пришел, говорит, вести диспут. Тогда услышал царь, сказал, зовите этого человека, но сдалека, когда он увидел, что этот человек в грязных одеждах, не подобающий, чтобы предстать перед царем, сказал, чтобы этого человека не пустить внутрь, пусть стоит у дверях. И тогда в городе услышали все царские наместники, все его чиновники, люди, и все пришли туда, сказали, что вот евреи прислали посланца, царь послал этому человеку одежду, чтобы он переоделся, чтобы перед царем не встать в грязной одежде. Тогда этот человек сказал, не принял, сказал, ему хватает его одежды. Тогда царь подумал, может быть, этот человек на самом деле какой-то мудрец. И своего человека призвал царь, сказал, теперь у тебя какие-то вопросы были, вот евреи прислали своего посланника. Тогда этот человек, который был рядом с царем, который хотел специально сделать навет на еврея, показал этому человеку два пальца. И этот человек показал ему один палец. И сразу же этот человек, который задавал вопросы, изменился в лице, свет его изменился. Царь ему сказал, быстро скажи, не обманывай меня, что у него спросил ты, и он что ответил тебе? Тогда он сказал, я спросил, я сказал ему, что есть два бога. Тогда этот, а что он ответил? Он ответил, что есть один бог. Ну хорошо, тогда давай задавай второй вопрос. Второй вопрос у него, он показал ему пять пальцев. Тогда этот человек показал ему кулак, посланник евреев типа. Опять он сильно изменился в лице. И царь сказал, быстро скажи мне, что спросил, что он ответил. Я сказал ему, этому человеку, что если бог он один, почему рассеял всех евреев во все концы мира? А что он ответил, этот еврей? Он говорит, вот кулак, то, что он ответил, что Всевышний соберет всех евреев, как одного, все будут в Израиле. Это настоящий ответ. Тогда он вытащил и показал вино, бутылку вина, красного вина. И этот человек достал, показал ему сыр. То, что купил он, сыр достал, показал. И окончательно этот человек уже упал в обморок, который задавал вопросы. Его привели в себе. И царь сказал, скажи, что ты спросил у этого человека? Но он говорит, я у него сказал, что ведь ваши грехи, они красны, как кровь. Вот ведь вы пролили кровь пророка в храме. Как может Всевышний собрать вас опять в одном месте? Тогда этот человек достал сыр. То, что он сыр достал, сказал, что в Торе написано, что даже если ваши грехи будут сильно красны, как кровь, тогда я их прошу вас и сделаю белым, как снег. Вот он мне намекнул этим белым сыром, что их грехи Всевышний простит. Тогда сарь взял этого еврея, вознаградил его и отправил обратно. Этот еврей прошел себе в деревню. И евреи на следующий день просыпаются, читают в газетах, везде, что вот еврейский посланник победил человека, который задавал вопросы. И они возрадовались, раввины послали за этим человеком в деревню, привели этого человека, устроили большой праздник, посадили этого человека рядом с уважаемыми людьми. И раввин тоже сидел рядом с ним. И спросили у этого человека, расскажи, пожалуйста, теперь мы хотим услышать у тебя, как это все происходило. Мы, конечно, читали в газетах, ты победил, молодец, но расскажи, все люди хотят услышать у тебя, узнать, как все это происходило. Ну, он говорит, ничего, после того, как вы не послушались меня, я пошел в царский дворец, зашел туда, и начал человек задавать вопросы. Сперва, говорит, он показал мне один палец, что я глаза ваши вырву одним пальцем. Тогда, говорит, я тоже показал ему два пальца, говорит, а я твои глаза вырву двумя пальцами. И тогда все засмеялись. А второй вопрос, говорит, был такой. Тогда он мне показал, говорит, пять пальцев, он сказал, что я дам тебе пощечину. Тогда, говорит, я показал ему кулак, сказал, что ты дашь мне пощечину, я дам тебе кулак. И тогда, говорит, этот человек сильно испугался и достал вино, говорит, давай будем дружить выпить. Тогда я тоже достал сыр, говорит, ну давай будем пить и кушать и дружить. И все смеялись там, и раввин понял, что этот человек простой человек, и Всевышний спас их посредством этого простого человека, потому что эти люди, они заслужили спасение, потому что они раскаялись, они учили Тору, они верили Всевышнему, и посредством простого человека, который думал по простоте, Всевышний спас их. Мы видим, насколько человек должен быть простым. И еще, почему именно в пустыне была дарована Тора, потому что в пустыне нет ничего такого привлекающего. И был такой случай, когда, значит, отец Ильиши Бенабуи, он делал обрезание своему сыну, он позвал всех мудрецов страны Израиля. Всех мудрецов он посадил в одном зале, и были там еще два великих мудреца, раби Лазар и раби Ешуа. А их посадил в отдельном комнате, и они учили все время Тору. Они начали учить пятикнижия, после этого перешли к пророкам, и после этого начали другие секреты Тору учить. И в это время вокруг них образовался огонь. От того, что они учили сильно Тору, спустился небесный огонь. Вокруг них тогда пришел отец Ильиши Бенабуи, сказал им, что вы хотите сжечь мой дом. Тогда эти люди сказали, не дай Бог, мы учим Тору, поэтому спустился небесный огонь. И тогда отец ребенка сказал, если такая сила у Торы, если такое величие у Торы, тогда я хочу, чтобы мой сын тоже стал таким. И когда он отдал своего сына, когда вырос в Ишиву, он учил, был мудрецом. И мы помним, Ильиша Бенабуи был одним из четырех людей, которые вошли в пардес, в сад. И оттуда, когда он вышел, он вышел полностью неверующим, он полностью отрицал власть Всевышнего. Наши мудрецы задаются вопросом, почему с ними это случилось. Одно из причин, потому что его отец, почему он хотел, чтобы его сын стал знатоком, чтобы он учил Тору, потому что он думал, что учить Тору это величие, здесь есть какой-то интерес. А в пустыне, когда евреи получили Тору, там не было ничего такого привлекающего человека. Там была полная пустыня, туда нельзя было идти ради чего-то, ради кого-то. Именно ради Всевышнего и ради его Торы. Тогда, поэтому Всевышний именно дал Тору в пустыне. Если бы дал в хорошем месте, в хорошем саду, тогда люди могли бы пойти туда ради отдыха и заодно получить Тору. А здесь таких вариантов не было в пустыне. В этом главе, значит, исчисляется который раз уже еврейский народ. И в чем цель того, что Всевышний исчисляет еврейский народ. Цель этого исчисления и почему книга Бимидбар называется Хумаш Хапикудим. Книга чисел. Это можно сказать такой притчей. Значит, был человек, который он сильно работал. День за дня он работал, утром выходил на работу, вечером возвращался. Значит, усталый очень. И всегда у него даже времени не бывало, чтобы кушать. Но когда он возвращался, он хотел сразу пойти спать, кушать и спать. Но прежде чем это сделать, он доставал деньги, которые в течение дня он заработал. Доставал деньги, доставал контракты, смотрел все, наводил порядок. И когда в итоге он сумму видел, какую сумму он заработал, он сразу забывал о сне и о том, что он был голоден. То же самое Всевышний, когда подсчитывал евреев, и в итоге видел, сколько евреев, он радовался еврейскому народу. Поэтому мы видим в Толе, очень часто Всевышний считает еврейский народ, сколько их. Это наша недельная глава Бимидбар. Шаббат шалом ходу кумок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова